Девочки, всем привет огромный! Я вас всех сейчас в эту минуту так люблю! Ой, боже мой, вы даже не представляете, какое счастье просто заполняет душу! Во-первых, праздник какой, да, Святой Богородицы сегодня это свершилось. Я, конечно же, про котика Сайгака. Уверена, вы все посмотрели видео у Самвела, когда он уже приехал в Коломей, показал эту квартирку, которую держит за собой, да, оплачивает. Правильное очень решение, потому что человек знал, что он будет возвращаться, и вот она ему пригодилась, не надо ничего нигде искать, жилье есть, пожалуйста, в любое время суток. Пожалуйста, ребятки, Сева разбирает чемоданчики и вещички, тут его наблюдаем. Забыл, как обычно, да, Лохмандей, о чем думал, когда ехал домой, но не это важно. Ребят, я вам по секрету скажу, я даже знаю, что будет дальше, но вам не скажу. Чтобы вам было интересно смотреть у Самвела видео, самое главное, встретили Самвела ребята Юра с Катей, которые здесь в Коломее, всю эту ситуацию с объявлениями, с котиком, с телефонными звонками контролировали. И вот Юра Самвелу, который позвонил, озвучил эту классную новость, что Сайгак нашелся, встретили уже здесь, на месте, на западе Украины, севку этот просто как на шарнирах, настроение, и смеется, и плачет, и голос дрожит, и я его прекрасно понимаю, ни капли осуждения у меня не будет, читала там дурацкие комменты, что ты за мужик, да, контент, всякие версии выдвигают. Ребят, вы равняете по себе, а я хочу сказать, что мы все люди очень разные. В данной ситуации я Самвела очень, вот вообще как никто понимаю, у него есть деньги, осуждают, что тысячу долларов, там, на день рождения меньше дарил родственникам, а за кота тысячу долларов, вы не понимаете, что душевное состояние для Самвела намного важнее, чем какая-то тысяча долларов. Это деньги, не маленькие, но Самвел очень хорошо зарабатывает. Севка точно не облысеет на эту тысячу, зато он будет жить спокойно, спать спокойно, и не будет думать, и не будет этой боли, которая просто раздирает тебе душу и сердце. С переносочкой Юра с Катей приехали, молодцы ребята, корм купили, все, и на одной машине отправились к этому молодому, как оказалось, мужчине, семья, дети, жена. Я почему-то думала, что там какой-то мужик-алкаш, знаете, который нашел этого кота, там подкормил и закрыл у себя где-то в сарае на кухне, оказалось, нет, абсолютно другая история. Этого кота уже ловили кто только мог, объявления все читали на всех столбах, слух по селам пошел, штука баксов на минуточку на кону стоит, да, платит какой-то сумасшедший за котика, его уже видели, как этот молодой мужик рассказывает, что дети за ним гонялись, кто только не хотел его словить и заработать такие денежки, но не получалось, он не давался в руки и все время убегал, и тут, по стечению обстоятельства, сынок маленький, я даже не знаю, сколько этому мальчику так на внешний вид лет, 4-5 годиков, ну 6 ему точно нет, ну совсем малыш, да, просто взял его на ручки, к детям животные больше доверия испытывают, и принес домой, сравнили с фотографией, почитали номера телефонов, оказалось, действительно, это тот сайгак, именно тот, за которого сам Вэл платит такое вознаграждение. Закрыл он его у себя где-то в сараюшке, ну там нормальные были условия, как для котика, единственное, молоком, кормим молоком, неправильно, не нужно возрастным котам давать молоко, только маленьким котятам, ребят, это молоко может вызвать и поносы, и расстройство желудка, и кот может даже заболеть. Вода и корм, все, это лучшее, что на сегодняшний день есть для домашних животных. Итак, ребята, встреча, вот она, произошла. Сайгак, таки действительно он. Сейчас крупным планом, когда сам Вэл показывал нам этого котика, я его рассмотрела, хочу вам сказать, ребят, я не ошибаюсь, ему не три, ему не пять, и ему даже, мне кажется, не восемь лет, он намного старше, за десять, однозначно. Вот эти все белые волосочки, ворсинки на нем, это седина, и зубиков у него где-то там уже нет, ну и по мордочке можно увидеть, что котик все-таки пожилой. И сам Вэл, когда ехал в машине, опять, не злым тихим словом, вспоминав Снежинску, объявил, я не хотела сдавать, да, прям всем зрителям рассказывать, что я писала сам Вэллу ночью, чтобы он его не оставлял. Нельзя его вот так в природе просто на то же самое место привезти, и что? Ну и что? Что он будет делать? Ну как так? Я ему там такое письмо накатала, петицию, не хотела звонить, потому что понимала, думаю, может человек спит, мало ли, да, я его сейчас разбужу, ну зачем, надо какую-то совесть еще иметь, потому что дорога-то длинная. Вот, но сам Вэл отозвался, и мы с ним немножко поговорили, я его пыталась переубедить. Не совсем, скажу вам честно, он со мной соглашался, но обещал подумать. Слышу, вот, видео выставил, Снежинска даже написала, и даже заглавие такое сделал, послушай женщину многоточие, да, подразумевает под собой, что и озвучил потом все-таки, сделай по-своему. Но когда увидел этого кота, да, наверное, все-таки здравый смысл возобладал. Человек умный, Сева, не оставит он его, ребята, я уже это услышала, думаю, услышали и вы то же самое. Не оставит он его на улице вот так просто погибать. Единственное, что в видео здесь, в последнем своем, он рассуждает, вот как лучше, будет ли он в квартире жить, как ему лучше в природе или в закрытом помещении. Есть у Самвела сомнения, и все спрашивает этих молодых ребят. Самвел, я понимаю, что ты пытаешься где-то найти вот то единственное правильное решение. Очень много комментариев, они все разные, а нужно какое-то решение все-таки принять. У ребят этих молодых спрашивает, этот Юра один раз одно скажет, другой раз другое скажет. Но вот то, когда Самвел принес этого Сайгака домой в квартиру, начал его мыть в ванной. Ребят, я сразу посмотрела и поняла, что кот домашний. Вспомнила этот разговор, когда мужик этот, помните, где Сайгак возле домика, возле колодца обитал, обитал, и Самвел его там, в этом месте кормил. Этот мужчина рассказывал, что этот кот жил с женщиной, она умерла, и он потом остался вот так вот один праздногуляющий. Ну а куда ему деваться? И Сева все повторял. Вот, выдергивать его из привычной среды обитания. Да не выдергивать! Я пыталась, ребят, я пыталась до него достучаться, до Самвела. Это был не выбор кота. Это судьба такая у животного. Он был домашним котиком. Он жил у женщины, в тепле, кормили его. Но женщина умерла. В воле судьбы он оказался на улице. Это не его выбор. Так случилось. И тут Господь Бог посылает этому коту тебя, Самвел. Я пыталась все объяснить. Если ты уже взялся за него, если ты штукарь отвалил, если ты прилетел, и никогда не поверишь, что из-за каких-то там занятий вокалом однозначно он летел из-за этого кота на встречу, чтобы увидеть, чтобы успокоиться, чтобы спасти его. И в чем заключалось бы тогда спасение? Перевести с одного места в другое место в селе и бросить на улице? Но я свято верила, что Самвел такого не сделает. Он увидит, я сама себе так рассуждала, увидит этого сайгака, он не сможет его оставить на улице. Вот насколько уже знаю Самвела, он не сможет это сделать. Ребята, таки действительно, когда привез квартиру, я вижу этот кот домашний. Он абсолютно спокойно себя чувствует. Дикий кот, который всегда жил на улице и не знает, какова это жизнь с человеком в доме, да? Он себя ведет не так. Он бы кричал, царапался, выдирался, пытался бы куда-то выскочить, освободиться. Сайгак нет. Абсолютно благодарный кот. Постоянно лижет Самвел в руки. Этот его выкупал. Ну, немножко вода всегда пугает коту. Хотя я вам хочу сказать, мой Пашка намного агрессивней, если на него направить струю воды, душ, начать его мыть. Он разорвет вас в клочья, разнесет всю ванную, но он не дастся. Никак. Его нельзя выкупать. Мы, я помню, втроем взрослые, все люди, мы удержать его не могли. Такова была агрессия и сопротивление. Это Пашутка, который с вот такого возраста с нами живет. Смотрю на этого Сайгака абсолютно спокоен. Так он домашний. Он домашний. Он прекрасно будет жить в квартире или в доме. Ребят, дальше Самвел вам сам все расскажет, а я только сделаю обзор. Наперед забегать не буду. Хотя я прекрасно уже знаю, чем эта история закончится. Но я счастлива. И вы должны понимать. Та-да-да-дам, та-дам. Все круто. Сев, спасибо тебе огромное. Ты человечище. У тебя огромная добрая душа. Ой, я идиотка. Опять тревую. Голос дрожит. На меня не обращаем внимания. Девчонки, это такое мое, мое, мое. Я тонкослеза. Что касается собачек и котиков, как круто и здорово, когда среди нас есть такие люди. Вот невзирая ни на что. Ни на что. Но хочу еще Самвелу сказать добрые слова о том, что сколько бы злых комментов, Самвел, тебе не писали. Сколько бы я, другие, не критиковали тебя. Сколько бы ни было троллинга, стеба, подколок, издевательств. Но когда случается вот такая ситуация, и когда люди вживую наблюдают твою душу, А ты здесь был представлен перед нами абсолютно оголенный. Вот в своем естестве, такой, какой ты есть на самом деле. Настоящий Самвел Адамяр. И все очень за тебя переживали и волновались. И за тебя, и за Сайгака. Ни одного человека, я уверена в этом, не было, который бы сказал какое-то плохое слово в твой адрес. Тебя любят. Помните, как он нам всем говорил? Я же ваш батько. Помните? Вначале еще давным-давно, лет восемь назад. Батько, здоровья тебе. Не меняйся Самвел. Ты настоящий, ну лучший, наверное, из нас. Фу, девчонки, как-то все сумбурно я закончила, но поставлю на этом точку. Спасибо вам всем большущее за поддержку, за добрые слова, вообще за то, что вы есть. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова